Назад чуть-чуть. Здесь показан интерфейс анализа страницы из Google Аналитики. У нас есть на самом деле много инструментов для анализа этих страниц. У нас есть анализ навигации, пути входа, у нас есть, посмотреть мы можем ключевые слова, распределение кликов, даже наложение там на сайт. Google Аналитикс довольно мощный инструмент и предоставляет много информации для анализа. И сейчас я дальше покажу несколько примеров использования. Значит, здесь мы видим сфотку по навигации одной из страниц. 11, ну почти 12% на эту страницу у нас попадают откуда-то извне. То есть это может быть поисковый трафик, может быть контекстная баннерная реклама, любая. И почти 90% у нас переходят с других страниц сайта. После того, как люди попали на эту страницу, ни один из них не выходит. 0% выхода. Все люди идут на следующую страницу. Это крайне эффективная, очень эффективная страница. Она не теряет совершенно людей. И мы видим, как распределяются люди, которые попали на эту страницу. То есть сколько процентов идет на одну страницу, сколько на другую, куда они идут. Мы можем там дальше посмотреть, сколько они там задерживаются и так далее. То есть такой анализ мы можем провести для каждой страницы. Вот, например, да, к сожалению, на скриншотах тут очень плохо видно. Давайте следующий слайд, я не буду это объяснять. Посмотрим посткликовый анализ. Это наложение данных по кликам на сайт. Собственно, что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть, что вот сюда, например, никто не кликает. Сюда почти никто не кликает. У нас вообще там правая половина сайта как бы крайне неэффективная. Там какие-то новости висят в прошлогодние, которые, собственно, никому не нужны, кто приходит на этот сайт. Новости никто не читает. Правая центральная колонка там, ну да, генерирует отказы, потому что смотреть, собственно. Что мы сделали? Мы изменили немножко элементы. Давайте дальше сразу. И что мы получили? Это график отказов. У нас был почти 70%. Он начал плавно падать в течение месяца. Тут сократился до 35%. То есть 70% отказов, 70% пользователей мы теряли на той странице. После оптимизации они сократились до 35-40%. Этот график плавный, потому что мы сделали это не сразу. Мы с помощью технологии АБ-тестирования плавно увеличивали трафик на новую версию сайта, чтобы у нас была возможность оттестировать новые варианты. Еще один пример – это тепловая карта сайта. Что здесь можно увидеть? Мы можем увидеть, что на центральный элемент, например, много людей кликают. Это хостинг. Это сайт вообще мастер-хост. Да, это старый сайт мастер-хоста. Ну, потому он и старый, что мы его проанализировали. Значит, тот же хостинг есть вверху. Ну, а вот это что такое? Это, наверное, несложно догадаться. Это скроллинг, а это просто закрывают страницу. Ну, это просто, как для примера здесь показано, что этот инструмент тоже можно в некоторых случаях использовать. На следующем слайде более интересное. Сайта Unhouse, они продают дома. Здесь та же тепловая карта. Следующий слайд. Но мы ее растянули как бы. Ну, то есть не в виде точек. Не помню, как правильно это сказать. В общем, мы ее это самое, ну, как бы растянули. И у нас получилась как бы центральная зона. У нас наиболее темным цветом выделена, то есть самая кликабельная. Вверх-низ у нас не очень кликабельный. Какой из этого вывод мы сделали? То, что надо, собственно, дома поднять сюда. Потому что Dunhouse, тут что-то написано, ну, как бы то, что никому не надо. В общем-то, они дома продают, а у них дома внизу. Дома надо поднять сюда, туда, где люди смотрят, туда, где они кликают. Дальше можно проводить туннельный анализ страниц. Например, мы видим страницу, с которой у нас должен начинаться путь пользователя по заказу какой-то услуги. Но с этой страницы почти все люди уходят. То есть мы просматриваем эффективность этой страницы и видим, что из 66 человек, только сколько, один человек всего, ну, как бы перешел туда, куда мы хотели, чтобы он перешел. Что же стало с людьми, которые вышли? 65 человек вышло, из них 40 вообще ушли с сайта. То есть кто-то там, 15 человек куда-то еще пошли дальше по сайту, а 40 вообще ушли. То есть это крайне неэффективная страница. Отсюда можно понять, что ее просто надо срочно переделывать, что-то с этой страницей делать, с нее люди уходят. Дальше, пожалуйста. Ну, тут какие-то данные. Вот это уже график тот же туннельный, более эффективной страницы. Это регистрация, ну, неважно где, в общем, это процесс регистрации на одном из сайтов. И здесь мы видим, как бы, более реальные уже цифры, которые, как бы, приемлемо, да, пришло там 270 человек, первый шаг регистрации прошли, там осталось 194 человека, там на третий шаг перешли, их там 186. Ну, в итоге, в общем, не все так плохо. И на каждом шаге мы можем посмотреть, куда люди ушли, как бы вышли ли они совсем с сайта, или их что-то отвлекло. Вот очень часто бывает, что людей что-то отвлекает в момент покупки. Мы хотим, чтобы человек прошел там 3-4 этапа покупки товара на сайте, а его что-то отвлекает. Вот на следующем слайде, по-моему, там должен быть пример. Магазин одежды. Собственно, это корзина. В корзине человек должен купить товар. А ему показывают вот такой вот здоровенный красивый баннер. Этот баннер обрывает, показывает, то есть люди на него тыкают, куда-то там уходят, вместо того, чтобы купить то, что они, в общем-то, собирались купить. Вот такое вот делать не рекомендуется. Можно оценивать эффективность форм ввода данных. Ну, то есть для этого специальным образом нужно настроить счетчики, статистики, и мы можем видеть статистику по заполнению каждой формы. То есть, например, здесь у нас первую форму заполнили 16 человек, вторую, третью, там 14, четвертую, пятую, 12. То есть, по-моему, из 16 человек у нас только 12 человек завершили заполнение формы. В абсолютных, как бы, в процентах это будет. Мы 25% потеряли людей из-за того, что у нас форма была неэффективная. Это можно отследить все. Пример автоматической адаптации сайтов. Очень модная, на самом деле, такая модная тенденция сейчас подстраивать сайт под пользователя. То есть, пользователь пришел по запросу купить стиральную машину, ему показывается стиральная машина. Дальше, на следующем слайде, если пользователь пришел по запросу купить телевизор, ему показывается телевизор. Здесь это в виде баннера сделано, но на самом деле это можно применять почти на любых интернет-магазинах, каталогах и даже на непродающих товары сайтах, то есть в сайтах, предлагающих какие-то услуги. Например, на сайте про линии той же можно было сделать, что если человек приходит с ярпортала, ему на главной странице показывается баннер про яплати сегодняшний. Вот ему, соответственно, не надо там никуда тыкать, искать что-то. Дальше приведен самый полезный такой отчет для руководителя, в чем, собственно, его полезность. Я думаю, это многим может пригодиться. На этом отчете можно увидеть источники трафика и, собственно, какой value принес этот трафик. У нас есть какие-то цели, которые мы можем настроить и посмотреть. У нас есть трафик, например, Яндекс.Директ, мы контекстную рекламу даем. Мы смотрим, Яндекс.Директ у нас принес сколько-то процентов лидов, посетители с Яндекс.Директа задали сколько-то вопросов и оставили столько-то контактных данных. И в конечном итоге мы даже можем посчитать, сколько это в деньгах получилось. Ну, то есть сколько мы заработали там за один контакт, за один лид, за один вопрос, там, неважно. И так по каждому источнику мы можем посмотреть эффективность. Для большинства руководителей, которым некогда разбираться во всех мелочах, это довольно важный показатель. Они сразу могут наглядно понять, куда надо вкладывать деньги дальше, а куда не надо. Что приносит эффективность, а что не приносит эту эффективность. Ну и в общем-то процесс усовершенствования сайта, он непрерывный, то есть он состоит из анализа, улучшения сайта, потом контроля, выявления недочетов, каких-то измерений всего того, что мы сделали. И после этого все запускается по кругу. То есть в идеальном сайте это все должно регулярно гоняться. Все этапы, там, просмотр ключевых слов, страниц, эффективность рекламы, контекстной, баннерной, любой. То есть все это должно гоняться по кругу и постоянно оцениваться. Потому что это позволяет экономить очень большие деньги. Ну, в общем-то, на этом все с докладом. Я готов ответить на ваши вопросы. Сергей, я сам на себя работаю. Вот у меня вопрос по стоимости услуг. Вот, допустим, у меня есть интернет-магазин, и там несколько рекламных каналов, и мне нужно следить эффективность каждого канала. Так, на чем, как рассчитывается стоимость анализа? Стоимость будет… Значит, стоимость будет складываться… Вот, соответственно, из этого времени будет складываться стоимость. Это может быть почасовая ставка, а может быть какая-то там ежемесячное обслуживание постоянное. Хорошо. Спасибо. 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 Jagaterina.